здравствуйте уважаемые подписчики мы очень рады приветствовать вас на нашем канале сегодня у нас на связи алина это юрист из нидерландов и мы будем сегодня говорить о студенческих визах и студенческому виду на жительство как можно легализоваться в голландии через обучение и какие преимущества открывает эта страна для студентов алина здравствуйте здравствуй алена приветствую зрителей расскажи немножечко о себе своей компании буквально в пару слов и перейдем к вопросикам я живу в голландии уже 15 лет работа моя специальность это юрист в том числе я сотрудничаю с компанией второй паспорт и провожу консультации юридические консультации по иммиграции в нидерланда спасибо большое смотри наверное первый вопрос это относительно поступления в вуз высшие учебные заведения да то есть если это уровень бакалавр или магистратура какие требования для студентов что необходимо чтобы поступить в вуз в голландии находится как бы различаются два вида высших учебных заведений это высшее образование как наш институт и университет это два разных вуза то есть правила поступления они тоже разные чтобы для того чтобы поступить в институт высшее учебное образование в голландии просто необходимо иметь аттестат о полном среднем образовании 11 11 классов да вот как этого достаточно чтобы поступить есть в институт конечно кроме аттестата об образовании есть еще другие требования и обязательное требование это языковой языковой уровень тут различаются два вида можно поступать на образование на голландском языке также можно поступать на интернациональную школу которая будет проводить обучение на английском языке в зависимости от выбранного заведения будут у тебя требования либо по голландскому либо по английскому но это уровень b2 то есть это либо по английскому либо по голландскому если по английским будешь учиться на английском это значит тебе нужно иметь на руках минимум и и 6 оценку да то есть это либо ну и по голландскому тут свои экзамены нужно будет их сдавать в голландии то есть это называется по-другому сертификат то есть он обязателен он обязателен то есть это обязательное требование да и вот я сказала это поступление в институт достаточно школы но для поступления в университет этого недостаточно нужно будет в голландии пройти подготовительный яр вот если ты один год закончил в институте то можно перейти на университетское образование либо аттестатом образование в россии например можно сдать дополнительные экзамены каждое учебное заведение требует какие-то свои 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 критерии в зависимости от того какие то какой то пакет выбираешь по какому направлению какой то специальности обучение получаешь то есть это вообще это у каждого образова учебного заведения свои требования тут нету такого что вот если ты хочешь учиться на так скажем психолога либо ты хочешь учиться знания например ты хочешь изучать французский язык и культуру да то это будет совершенно разные требования окей хорошо скажи пожалуйста ну вот как а студенту распланировать свой бюджет я знаю что цены всегда варьируются но тем не менее ориентировочно то есть что мы можем сказать какая стоимость будет в год составлять так ну во первых первый шаг если еще знания языка нету достаточного здесь предоставляется такой год подготовительный год то есть ты можешь уже сказать я хочу учиться в этом учебном заведении но мне язык не дотягивает у меня либо английский недостаточный уровень либо голландского нету в этом случае можно приехать сюда на подготовительный год и дают максимум 12 месяцев себе на подготовку к языку то есть как правило это очень интенсивные курсы языковые и за полгода год тебя просто подтягивают до нужного уровня это как бы самый бюджетный вариант потому что эти курсы они не это не это еще не образование это просто курсы подготовительные они стоят около варьируется от 1200 до примерно до 2000 за семестр за полгода да то есть как бы если у тебя языка недостаточно то тебе будет за полгода 2000 на обучение вот это на курсы а скажи пожалуйста если ты проходишь вот эти предварительные курсы на потом языковой тест айлс нужно будет сдавать или достаточно обязательно либо либо ты заешь в голландии уже тест по голландскому языку это в зависимости в какую либо ты идешь учиться на на голландском языке либо ты идешь учиться в интернациональную школу на английском то есть есть английские школы здесь тоже хотя большинство учебных заведений проводит бы такие государственные учреждения они все на голландском и они так скажем более бюджетный вариант тоже теперь пошли нам уже что стоит обучение да вот обучение если ты идешь в высшую школу и ты получаешь образование на голландском языке здесь она начинается от 8000 в год от 8000 в год от выбранного направления и она может быть до примерно 15 тысяч в год то есть от 8 до 15 тысяч в год это только то что ты плачешь вузу за то что ты там учишься и это как бы голландский язык если ты идешь в интернациональную школу как правило там дороже как правило там начинается от 20000 но как правило тоже входит уже иногда и проживание даже питание то есть в зависимости какую учебу ты выберешь у тебя будет различный бюджет самый как бы бюджетный это вариант учиться на голландском окей скажи пожалуйста студент может ли он работать да то есть во первых студенческая виза у тебя свой вид визы это именно виза студента референтом выступает высшее учебное заведение которое тебя приглашает то есть они поручаются за тебя они подают на все документы они оформляют тебе визу то есть после того как ты договорился о зачислении учебное заведение оно занимается оформлением твоей визы по студенческой визе разрешено работать максимум 16 часов в неделю то есть это максимум ты не имеешь права работать больше 16 часов в неделю если ты выбираешь работать только в не месяце ты можешь работать на полную ставку но тогда весь остальной год ты не имеешь права работать то есть это ограничение по работе да то есть не обязательно при кампусе работать можно где угодно только нужно будет потому что ты как бы иностранец у тебя нет права на работу нужно будет заполнить работодателю дополнительную бумагу с просьбой разрешить как бы принять иностранца на работу но это все реально окей ну и теперь вот самая такая интересная часть трудоустройства после обучения то есть как ну вот человек закончила высшее учебное заведение дальше да то есть хочет устроиться на работу как ему это сделать должен он устраиваться по своей специальности или он может идти на любые вакансии так ты уже о том моменте когда человек получил диплом да 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 в голландии предусмотрена специальная программа для иностранцев которые закончили обучение на территории голландии после окончания обучения можно запросить вид на жительство визу это называется год для поиска работы то есть если ты здесь получил диплом высшего учебного заведения ты можешь не выезжая из страны поменять вид на жительство студента на вид на жительство для поиска работы тебе иммиграционная служба дает год и у тебя будет год просто возможность найти себе работу работодателя то есть если ты проходил стажировку у тебя уже есть какие-то связи здесь специальности по твоей в принципе это все очень даже реально даже больше чем реально потому что ты можешь целый год потратить на то чтобы найти работодателя и если работодатель найдется то просто также не выезжая из голландии можно заключить контракт и твой вид на жительство будет переделан в рабочий да и как бы вообще постоянно место жительства оно дается через пять лет официального проживания в голландии но студенческая виза по студенческой визе она вообще не считается она не считается но если после студенческой визы сразу остался то есть не выезжал опять из голландии и остался и получил потом работу то в конце концов она зачтется за половину больше так за половину считается за половину да 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 то есть но там тоже есть момент что нельзя на какой-то долгий период выезжать после этого то есть это закончил обучение потом на три года уехал то это уже не будет считаться да то есть там есть конкретный момент в которой ты можешь то есть у тебя есть лимит по времени да вообще вот иммиграционное законодательство такое интересное то есть изначально чтобы студент ну вообще студенту или любому соискателю кто хочет там учиться работать ему нужно доказать серьезность там своих намерений для въезда и что он в обязательном порядке покинет страну то есть очень не останется ему нужно доказать что он точно уедет а когда он уже находится в стране получает статус ему ни в коем случае нельзя покидать страну на долгий срок интересная такая дилемма окей а то есть все что касается магистратуры то есть это также распространяется да то есть все что касается магистратуры это немножко по-другому потому что вот бакалавр да у нас например занимает четыре года а вот в высшем учебном заведении в тот момент когда ты идешь учиться в институт у тебя как правило статус бакалавра да то есть магистратура это как правило университет уже а если ты сразу поступаешь в университет у тебя идет не четыре а три года бакалавр а потом в зависимости тоже от выбранной специальности либо один либо два года магистратура что нужно для магистратуры нужен диплом бакалавра ну да я понимаю то есть человек может со своим дипломом бакалавра из снг поступить просто на магистратуру да да ему также открываются эти возможности трудоустройства магистратура то есть она по срокам намного меньше то есть она намного меньше но она требует уже диплом бакалавра да так и есть конечно такой момент что и надо чтобы вот специальность была та же экономиста а здесь решил пойти совсем другое направление то тебе скажут как бы вы не подходите просто по профилю надо чтобы он был тот же самый да что окей да просто недавно как раз а соискателей задавал что-то аналогично это хочу вот магистратуру немножко уже пойти другое окей все спасибо тебе алина за уделила нам время рассказала это действительно это очень интересный момент и вообще вот этот процесс и легализации обучения а всем нашим подписчикам я хочу напомнить что вы можете оставлять заявки на нашем сайте который будет указан на этом экране также вот этим виз видео пишите пожалуйста комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал ну а мы обещаем в скором будущем выпускать все новые новые видео о голландии других европейских странах алена я еще такой момент просто не озвучила ты не спросила а это очень важно также если ты приезжаешь на учебу доказать свою финансовую возможность тебя тебя обеспечить да то есть ты про это не спросила то есть это требование тут у нас примерно около 900 евро в месяц показать о том что ты либо сам заплатишь либо тебя и спонсор который заплатит то есть то есть да скажи а спонсором должен выступать только близкий родственник или может любой обязательно может выступать организация может выступать просто организация на территории голландии может выступать твой хороший друг на территории голландии могут твои родители на территории снг то есть спонсор это в принципе не важно нужно будет официальная бумага спонсорская да то есть и также может быть организация спонсором то есть такой момент что каждый год нужно будет оказать еще свою финансовую состоятельность. Окей, спасибо, Даша, что напомнила, потому что, в принципе, все, что касается любых студенческих виз, языковых курсов, это всегда нужно подтверждать финансовую составляющую. Думают, что вот я сейчас поеду как студент, они всегда забывают про этот момент. Да, просто чтобы сразу уже человек понимал, как бы, есть такая возможность или нет. Ну, тогда все. Тогда всем пока. До скорых встреч. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok